Дочка и внучка Ивана Зайцева перебирают документы, которые остались со времен войны. Вот военный билет Ивана Зайцева. Вместе со старшим братом Александром он ушел на фронт из Игарки в 1942 году. Братья попали в один полк и практически сразу приняли участие в масштабной Сталинградской битве. Во время одного из боев брат Ивана Марковича был убит. Они вместе в бой шли. И он был или ранен, или убит. Это... Ну, он узнал, что он падал. А подойти к брату он уже не мог. Нельзя было. Вообще, конечно, битва была страшная. Это одно. А другое, он, когда смотрел фильмы о войне, он всегда плакал. До конца своих дней Иван Зайцев также вздрагивал от лая собак. И был отчего. По Сталинградам его ранили, он попал в плен к немцам. Сбежал, однако снова попался и так пять раз. Иван Маркович не любил вспоминать об этом и практически ничего не рассказывал родственникам. Но когда он сбежал от немцев в последний раз, примкнул к партизанам в Закарпатье, а потом и к регулярной Красной Армии. Освобождал Вену, Белград, Будапешт, где был снова ранен. Победу над фашистами он встретил в госпитале. Огромное мужество, потому что пять раз бежать из плена, из немецкого, это какая воля к жизни, какая сила воли. Я, в общем, всегда равняюсь на своего деда. Смекалка и воля, и вера в себя. Вот я в этом уверена. То есть он был настолько светлым человеком, что не знаю, что ему Господь Бог помогал. После войны Иван Зайцев работал бригадиром монтажников в Красноярске и погиб от несчастного случая в 70-м году, когда ему было 56 лет. Родственники, узнав, что автопробег нашей телекомпании пройдет через Волгоград, попросили почтить память Александра Зайцева, погибшего в Сталинградской битве, и Ивана Зайцева, участника тех боев. А если вы хотите рассказать о подвигах своих родственников на войне, то звоните или пишите в нашу редакцию. Андрей Страдым, Александр Ермошенко. Новости.